Стекло стояло ровно месяц и опять лопнуло. Всем привет! Я думаю многие из вас сталкиваются с такой проблемой, как треснувшие противотуманные фары. И даже замена нового стекла не дает должного результата, фара в скором времени опять у вас трескается. А происходит это все из-за того, что качество стекла оставляет желать лучшего. И сегодня мы рассмотрим один из вариантов, как же защитить наше стекло от воздействия внешней и окружающей среды. И делать мы это будем с помощью бронировочной пленки. Поехали! Для работы нам понадобятся следующие материалы. Это, конечно, наша разбитая фара, новое стекло, бронировочная пленка, растворитель, опрыскиватель и лезвие. Начнем, пожалуй, с нашей фары. Сначала нужно будет извлечь из нее старое разбитое стекло. Стекло отстояло ровно месяц и опять лопнуло. Извлекать можно как угодно, разбить его можно, отверткой выковырить. Короче, достаем стекло, чистим посадочное место, пока ее отлаживаем в сторону. Затем берем наше новое стеклышко, берем растворитель, ветошь и обезжириваем наше стекло. Делаем мы это для того, чтобы наша пленка лучше приклеилась, чтобы смыть старые остатки масла, какого-то жира на стекле. Затем берем распылитель и заливаем все это дело водичкой обильной. Берем нашу пленочку, срываем защитный слой. Так, совсем забыл, нам еще понадобится вот такой вот шпателек для того, чтобы сгонять воду. И аккуратненько ее разглаживаем. Выгоняем всю воду. Можно выгнать, обрезать по контуру и, в принципе, все, на этом все. Но мы сейчас попробуем взять фен, погреть нашу защитную пленку и немножко загнуть ее на края. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Теперь все аккуратненько по контуру обрезаем. Где немножко еще не прилегло, греем феном, приглаживаем и наше стекло готово. Когда уже все наклеено, выгнал весь воздух, вода, можно снимать защитную пленку верхнюю. Вот так выглядит наше стеклошко после поклейки пленки. Никаких явных пузырей, либо еще чего-то не видно. Стекло прозрачное и выглядит достойно. Сейчас мы будем обклеивать. Старое стекло я уже с подсветы манки достал. Клеить я буду вот на такой клей. Клей фирмы Manol для вклеивания стекол номер 9916. Вот тут фара нарисована на тюбике. Консистенция очень похожа на обычный силикон прозрачный. Я думаю, можно и на обычный силикон ее приклеить. Будет то же самое. Запах тоже самое. Таким силиконом пахнет уксусом. Короче, начинаю поклейку. Заполняю полностью весь этот шов силиконом. Чтобы туда не попадала вода. И фара наша не запотевала. Так. Все. Все. Все лишнее, что у нас выдавилось, можно размазать аккуратно по шву, тем самым еще немножко загерметизировать нашу фару, либо убрать на все ветоши. Теперь оставляем нашу фару на 24 часа, и завтра мы ее будем устанавливать уже в автомобиль непосредственно. Друзья, вот так легко и просто в домашних условиях переклеить стекло в противоатоманной фаре, также забронировать ее, тем самым продлить срок службы. Так что, если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь комментариями. Ну а на сегодня все, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok